КУАДРУЛЕНЬЮ КУАДРУЛЕНЬЮ Коллекция ЭЛИТ ШАРМ В этой коллекции мы конкретизировали реконструкцию текстурного рисунка древесины в том виде, в котором он находился внутри древесного ствола. Подобная компоновка довольно привычна в шпоне, который используется для шпанирования дверей или мебели. На протяжении пяти лет мы проводили всевозможные тесты, которые, помимо эстетической стороны, позволили бы нам гарантировать стабильность нашим материалам, учитывая повышенную толщину шпона ценной древесины, которую мы используем в нашем производстве. То есть, в нашем случае мы говорим о пеленом шпоне толщиной 3-4 миллиметра с текстурным рисунком, с компонованным в виде страниц открытой книги, или, как еще называют подобную компоновку, в виде крыльев папочки. Сам производственный процесс является сложным и многоступенчатым, и берет свое начало с выбора ствола, который может быть предназначен для производства строганного шпона или периного шпона. В зависимости от породы древесины, исследователь на ее характеристик и от размера ствола, который может предложить та или иная порода древесины, анализируется метод распила, который будет применяться. Например, здесь, на этой схеме, вы можете видеть распил бревна на четверти, при котором бревно делится на брусья, которые нумеруются и которые, в свою очередь, разрезаются на ламели, которые последовательно нумеруются. Небольшой пример. Здесь у нас есть половина ствола. Данная порода называется Боа-де-Роуз. Мы видим ламели шпона потрясающего оттенка, совершенно натурального, поскольку древесина не подвергалась никакой искусственной обработке. Ламели, если их выложить последовательно, создают непрерывный текстурный рисунок. Здесь вы можете видеть изначальную толщину шпона до обработки. Все ламели, как мы уже сказали, пронумерованы. Поверхность шлифуется, края калибруются. Таким образом, мы получаем классические ламели, которые используются для изготовления паркета многослойной конструкции, но с очень важной дополнительной характеристикой. Каждая ламель, имея свой порядковый номер, является неотъемлемой частью одной определенной пачки, так называемого к нолям. За этим следует этап создания листа ценного шпона. Вот у нас, например, имеется лист шпона из древесины зебрана. Мы можем видеть здесь непрерывность текстурного рисунка, когда одна ламель является практически зеркальным отображением соседней с ней, создавая так называемую композицию текстуры в виде книги. Здесь мы можем видеть очень хорошо толщину материала. А также видно, что в данном случае был произведен радиальный распил, поскольку текстура имеет характерный полосатый рисунок, составлен из отдельных ламелей. С точки зрения стабильности, важное значение имеет как сам текстурный рисунок, то есть является ли он тангенциальным или радиальным, так и ширина ламелей, из которых составлен лист шпона, а также их количество. Эти факторы влияют на то, может ли покрытие в принципе быть инсталлировано на систему подогрева пола. Также может ли быть оно предложено в виде макси-форматов, поскольку в данном случае мы говорим о наших стандартных размерах панелей, имеющих квадратную форму 60 на 60 сантиметров или 75 на 75 сантиметров. Но могут быть предложены также и макси-форматы, как, например, 75 сантиметров на 2 метра 5 сантиметров, то есть прямоугольной формы. Как вы можете сами убедиться, просмотрев другие наши видео, линия «Шарм» является базовой линией для целого ряда других коллекций, благодаря своим преимуществам, о которых мы уже здесь неоднократно говорили, то есть это композиция текстурного рисунка и толщина ценного слоя шпона, в качестве напольного покрытия, так и для обшивки стен, без особых ограничений, разве что за исключением каких-то экстремальных ситуаций. Как бы то ни было, наш технический офис в Вашем распоряжении для анализа каждого отдельно взятого случая. Затем шпон блокируется на древесно-стружечную панель, затем следует подложка, и таким образом мы говорим о панели трехслойной конструкции. Панели, по краю которой нарезается микрофаска, а также пазы для соединения панелей между собой при помощи шпонки. Инсталляция паркетных элементов производится на клей. Структура панели может варьироваться. Например, в случае, когда важную роль играет вес материала, мы можем предложить блокирование шпона на алюминиевую композитную панель, которая широко используется в яхтостроении. На примере данного паркетного элемента мы можем видеть подобную конструкцию. Здесь мы наручно оставили структуру в открытом виде, хотя на самом деле панель по толщине зашита деревянными профилями, с нарезанными на ними пазами для шпонки. Конечно, нарезать шпонку по металлу было бы невозможно. Таким образом, панель является более легкой и максимально стабильной, хотя в этом случае укладка на систему пола не рекомендуется из-за показателей теплопроводности. Что касается различных возможностей персонализации данного материала, то мы к вашим услугам. Мы всегда рады вместе проанализировать каждую конкретную идею, каждую конкретную ситуацию. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем связываться с нами, с тем, чтобы вместе с нашими специалистами наилучшим образом спроектировать напольное покрытие как с эстетической, так и с технической точки зрения. Это же касается и инсталляции. Сейчас я хотел бы коротко остановиться на потрясающей натуральной красоте древесины. Например, возьмем эту панель с ценным слоем из американского вяза. Здесь очень четко прослеживается выполненная композиция текстурного рисунка древесины. Плюс выполненное браширование поверхности дает этот уникальный трехмерный эффект. В результате мы имеем очень элегантный декоративный элемент. Сейчас мы попробуем вместе посмотреть некоторые породы древесины, лишь немногие из тех, которые мы можем предложить. Вот, например, Эбонимакасар с текстурой коричнево-черно-тепло-красных оттенков. Или вот панель из Палисандра Сантос, хорошо известная южноамериканская порода древесины, которая является довольно ценной. Затем у нас есть Палисандр Индия, который тоже очень деликатен в своих оттенках. Здесь мы видим декоративный элемент с очень нейтральной текстурой, но от этого он нисколько не проигрывает благодаря необычному натуральному цвету самой древесины, амаранта. Необходимо также иметь в виду, что древесина со временем окисляется, но как бы то ни было, эта натуральная характеристика позволяет нам еще больше ценить этот материал, который никогда не бывает аморфным, который живет и изменяется со временем, адаптируется, приспосабливается. Это натуральное, как это, что живет с тем, себя адаптирован, себя адаптирован и коль темпу. Здесь мы видим очень ярко выраженный эффект, очень декоративную текстуру, очень богатую, где эти светлые элементы на красно-черном фоне, этот образец является прототипом, так сказать, экспериментом, который мы выполнили по заказу одного из наших клиентов, который искал напольное покрытие, сочетающееся с мебелью. Толщина ценного слоя, естественно, учитывая то, что назначение материала предполагалось в качестве напольного покрытия, требовалось соответствующее. И вот таким образом был создан подобный материал. Таким образом, как вы видите, мы предлагаем напольное покрытие по индивидуальному заказу из пород, которые не обязательно являются традиционными для производства паркета. Со своей стороны, прежде чем приступить к работе, мы анализируем возможность использования той или иной породы древесины в качестве напольного покрытия и связываемся с нашими консультантами и поставщиками с тем, чтобы понять, можно ли наоборот нежелательно использовать ту или иную породу в конкретном случае. Поэтому каждый запрос обрабатывается и изучается совершенно индивидуально. глядя на эту панель из европейского ореха размером 75 сантиметров на 2 метра, мы очень хорошо можем проследить игру текстурного рисунка древесины в своей последовательности, которая идет по бывающим. эффект, который мы видим, был получен именно благодаря компоновке текстурного рисунка ценного шпона в виде книги. Здесь же мы видим так называемую композицию в виде открытого пятна, которая пришла к нам из мира мрамора, когда текстурный рисунок непрерывно продолжается на нескольких паркетных элементах. То есть, техника абсолютно та же, что при работе с мрамором. Когда берется блок, распиливается на листы, когда эти листы последовательно нумеруются, мы делаем то же самое. Берем ствол, разрезаем его на брусья, брусья нумеруем, затем разрезаем их на ламели шпона, которая тоже в свою очередь нумеруется. И таким образом получаем непрерывный текстурный рисунок как по ширине паркетного элемента, так и по его длине. Длина в этом случае зависит от породы древесины, и может быть 3 метра, 4 метра, 5 метров. И паска в данном случае помогает нам проследить формат отдельных паркетных элементов и непрерывно продолжающуюся текстуру с одного паркетного элемента на другой. Для того, чтобы подчеркнуть достоинства линии Elite Charm, мы предлагаем ряд печатных материалов. Здесь у нас есть генеральный каталог, который вы также можете скачать у нас на сайте www.quadrolenio.it здесь мы проиллюстрировали основные моменты, такие как компоновка текстурного рисунка в виде книги, в виде открытого пятна, производство напольных покрытий по индивидуальному проекту, так называемые покрытия казелариум. Термин и сам принцип также пришел к нам из мира мрамором, когда помещение, комната разбивается на ряд геометрических элементов, которые в нашем случае изготовлены из древесины, различных форматов, которые пронумерованы и занимают свое четкое место. Подобное проектирование позволяет нам задавать направление текстурному рисунку, сочетать различные форматы в соответствии с желаемым финальным эффектом. следовательно, здесь у нас абсолютно полная свобода проектирования, полная свобода в выборе финитур, а также поверхностных обработок. Как вы можете видеть в нашем каталоге, в стандарте мы предлагаем браширование. Данная обработка позволяет сделать поверхность чуть рельефной и приятной на ощупь. в качестве финишных покрытий мы, как правило, предлагаем масла, которые просушиваются натуральным образом, или же уретановые масла. Выбор зависит от той или иной породы древесины. Здесь мы видим набор небольших образцов, которые мы, как правило, предоставляем профессионалам. Здесь можно видеть основные породы древесины из нашей гаммы, так сказать, дотронуться до финишных покрытий, пощупать поверхностную обработку, то есть брашированную поверхность и увидеть наши патины. В данном случае в качестве основы мы использовали пивычи, чтобы сделать образцы как можно более легкими и удобными для транспортировки. все остальное является абсолютно реалистично, то есть толщина ценного слоя, финишное покрытие, поверхностная обработка, патина, сам характер материала. КОНЕЦ Продолжение следует...